Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 6 марта. Я нахожусь на Ленинградской площади, Дарвинская площадь. Сегодня среда, час дня. А значит, самое время пройтись по ярмарке. По продуктовой ярмарке, которая тут проходит один день, ровно один день, с утра до вечера. И, собственно, посмотрим те цены, те продукты, что нам сегодня предлагают. Пообщаемся. Да и, в принципе, проведем неплохо время. Погнали! Прежде чем мы сейчас погрузимся в атмосферу этого рынка, ярмарки, рынка продуктового базара, я хочу попросить, я хочу поблагодарить каждого из вас, кто выделяет свое время на просмотр этого видео, кто реагирует на мои видеоролики лайком, комментарием или подпиской, потому что это важно и это ценно. Для вас это секунда времени, а для меня это, в принципе, немаловажно. Сейчас, как вы видите, да, по людям, по тому, как они одеты, в Киев снова пришла, можно так сказать, зима. Пришла, можно так сказать, зима и на градуснике около двух, может быть, трех градусов тепла. И, честно говоря, так сказать, ну совсем не жарко. Я так укутался совсем по-зимнему и хочу вот не замерзнуть, честно говоря. Напомню, что этот продуктовый ярмарок, да, он длится где-то с 8 утра до 4 вечера, пока не потемнеет. И, в принципе, люди тут, ну с домов, которые находятся рядышком, им очень удобно, комфортно без автомобилей сюда прийти, закупиться, затовариться, есть все. Цены, цены, в принципе, они дешевле, чем в магазинных. И, как я наблюдаю, на некоторые виды продукции они намного дешевле, чем в магазинных. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Тыквы, морковка. Давайте посмотрим, грибы. Добрый день. Грибы у нас это, шампиньоны, да, это 70 гривен. Это 65 гривен шампиньоны. А это что так дешево, 55? Это королевский, это обычный шампиньон. Ага, обычный. Через полгода, да, посмотреть, вспомнить. О, а были же цены когда-то. Ну, сейчас попробуем, когда-то были. Да, 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 были. Сейчас даже я смотрю, бензин был, ооо, а сейчас уже. Ладно, удачи вам, хороших продаж. Так, дальше посмотрим. Халва. Халва 200, щербет 300 гривен, 250, арахис домашняя 110, с арахисом. Арахис 250, 115, шоколадная 115 и соняшниковая 100. Добрый день, а в якутину яйца у вас? 60. 60 гривен. Раз, два, три, четыре, десять штук. 60 гривен, десять яиц. Так, тут у нас рыбка. Рыбка такая полу в обморочном состоянии, но короб 140, да, мы видим короб 140. Это у нас, я даже не знаю, кто у нас рыбак. Скажите, что это за рыба. 80, карась, не карась. Сазан 130, 75, 110, сазан 120, сазан побольше 150. Амур 195, рыба. Так, чечевица 90, булгур 80, нут 80, маш 110. Рис, никогда не покупал такой рис. Басмати 130 гривен. Это басмати 130, тоже гривен. Для суши рис, который не слипается, вот он чисто должен быть не слипающийся, 100 гривен. Дикий рис 180, тоже ценится. Добрый день. Гречка 30, фасоль, квасоль 70, кутяшка. Шипшина. Шиповник 100 гривен. Горохово-борошно. Горохово-борошно. А что с горохово-борошною делают? Просто как мука, да, или что это такое? Сварянки, репки с горохами, то есть пироги, то есть суп гороховый. А, да, суп. Не треба чекати, поки він цей розетта разварится. Дайте, скажите, новашний суп. Ага, ага, ага. Интересно. Так, кукуруза. Гороховый пластивцы. Интересно. Макаронные выробы. А это что у нас? Это финик. Да, кстати, вот такой вот лайфхак по гороховому борошну. То есть можно сразу не ждать, допустим, пока в этом разваривается. Сразу можно добавить гороховый суп и это все дело сразу. Стейк 250, филе 280, балык белый амур 300. Такие здоровенные рыбы. Судак 250, ляжь 90, карась 85. Так, яйца. Яйца раз очередь, значит яйца у нас тут должны быть по цене 38 гривен, да? 38 гривен. И 40 гривен яйца. 38, ну по сравнению с домашними, да, которые продают за 65 гривен, яйца по 38 гривен это почти шара. На сегодняшний день яйца, которые я видел в магазине, самые дешевые, это 29 гривен. Или 29, или 39 гривен. Ставлю сносочку, какая цена точно. Так, арахис 150 гривен, изюм, количество изюма, оцените. Раз изюм 100, 125, 160, 180, 250, 250. Но это крупные у нас уже, тут идет чечевица 100. И орехи. Орехи, тоже цены вы видите, 500, 500, 420 кешью. Это за килограмм. 420 гривен кешью. Из всех орехов, мне лично нравится больше всего кешью. Фермерское господарство, фундук. Вот, видите какие? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, посмотрим. Мед. Добрый день. Лыпа 145. Это 0,5, да, Гдесь? 0,5. 135. Ага, ага. Грамм, да, ага, зрозумів. Акация, любые, гречани, липы. Зрозумів, зрозумів. Акация, 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 липа. Чуть-чуть з майського, она такая жуткошка. Ага, я понял. А вам, як і більш за все подобається самого? Різнотравья, 185. У меня вот такие біщи. Угу, такой густый, да, такий, зрозумів. Дякую. Вот, видите, мужчина. Вот, кстати, очень хороший вариант, не когда вам пытаются продать, да, что-то, а когда сам продавец может вам посоветовать, какой ему больше всего нравится. И, ну, это как, знаете, как вы приходите куда-то, какое-то заведение, там, пицца, и вы покупаете фирменную пиццу, или покупаете фирменный бургер, или, ну, какое-то фирменное блюдо. Оно, скорее всего, будет вот топовым. И поэтому всегда спрашивайте, всегда интересуйтесь и спрашивайтесь. 40 гривен соленые огурчики, грецкий орех 40 гривен. Кстати, в прошлый раз грецкий орех был 50 гривен не очищенный, не колотый, и 150 гривен колотый. Вот, сейчас уже подешевелось, стало 40 гривен. Замороженная треска у нас 80, скумбрия 160, мойва 100. Вот, розовая, что это? Розовая, розовая треска 75, филе мерлузы 340, окунь 185, мерлуза 200, мерлуза 165, камбала 230, окунь 240. Так, а тут посмотрим хек 148 и хек королевский 158. Как-то мне рассказывал, не помню, коллега или однокурсник, как у него в общаге китайцы, правильно же китайцы, готовили мойву. Штын стоял такой, что просто находиться в помещении было нереально. Для них это нормально, жарить рыбу. Многие, я знаю, и в Украине просто любят мойву, обожают. А жарить ее, по сути, вообще даже можно в принципе и не чистить. Вы просто берете, пакуете ее в салофан, допустим, с мукой, трясете этот кулечек с мукой, и все, и у вас готовая панировка. Потом добавляете масло на сковородку и все, и жарите. Шипшина 90 гривен. Так, это у нас что? Это для компота, это, наверное, для узвара. Сухофрукты 100 гривен на компот. Орех 170. Кишмиш с сушеный 200 гривен. Халва с арахисом 100 гривен. фасоль крупная 70 гривен. Ну, вот я всегда вот на подобных рынках удивляюсь количеству количеству риса и количеству изюма, потому что, ну, смотрите, изюм, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Есть сушеный, есть не сушеный. Гречка, кстати, вот я краем глаза посмотрел, гречка 30 гривен. В былые времена, около примерно года тому, гречка была под 100 гривен. Я не знаю, кто и в каком количестве ее скупал. Ну, есть куча альтернативных, да, там, крупную. То есть, если бы человек ел исключительно одну гречку, ну, можно было бы понять, что такое прям диковинный продукт. А так, в принципе, так, в принципе, куча всего. Так, что у нас тут? Тут у нас кунжут 250 гривен, семечки 55 гривен. Вот, кстати, гречка 30 гривен уже даже прожаренная. Гречка зелена, сечка за гречка зелена, кускус 90, горох зеленый 40, жертый 30. Вот, кстати, я не знаю, зеленый горох, где он применяется. Это каши. Это огромное количество каши для завтраков, да. Пластивцы, геркулес, 35 гривен. 9 злаков сразу раз, купили полкило и погнали завтракать. Пластивцы, что это? Пшеняне 60 гривен, кукурузяне. И, а там вот, посмотрите, борошно раз, борошно два, борошно льняне 60 гривен, борошно кукурузное 30, вон вдалеке борошно грещане 70 и герчичный порошок. И даже есть борошно-гороховое и борошно-карбузовое. Короче, при желании готовить можно не только с обычной муки, да, а, ну, как минимум, четыре альтернативы я нашел. И так, давайте посмотрим, что у нас тут по ценам. запеканка из творога. Глазуровані сирки. Не, а я дивлюсь, це сирки, да, глазуровані? А запеканка в яку ціну? Добре, добре. Це кило, да, десь? Килограмм стоит 220. Килограмм 220. А масло цей... А це є, чтобы не забути. А масло... А я вас не снимаю. Масло в яку ціну? Ні, ну, а чого ви снимаете? Щоб прийти додому і розуміти, на що я можу потратити свої гроші. Масло в яку ціну? 390. 390. А чого ви це снимаете? Та я ж не вас знімаю, я для себе знімаю. Та ти не рада ж не знімаю. Добре, добре, добре. Все, вибачте. Твою гроші я знімаю для чути. Ну, для того... Я ж сказав вам. Грибы у нас 60. Это лук. Штутгард 70. Кущирка 70. Ну, это, наверное, лук, который нужно сажать на посев. Поэтому он такой мелкий. Я не разбираюсь, кто разбирается. Посмотрите, кто что хочет. Вот сегодня, по сравнению с прошлой неделей, когда... А в какую ціну ця шипшина у вас? 35. Это банка, да? Да. Это лисова шипшина. А, а цей, а тиква вот эта? На 45 гривен. Ага, на 45. А це что таке? Черемша. 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 Ага, а оце что таке? Коккорн. А, зрозумів. Коккорн. 15 гривен. Ага, зрозумів. Коккорн. 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 Ага, это вы сами, да, робите? Да, конечно. А это что таке? Глит? Нет, это сердечник. А, я не чувствую, честно говоря. Бояричник вам только продают. Ну, бояричник, да, да. Это украинское. Украинское. Зрозумів. Дякую, дякую. Дякую. По сравнению с прошлой неделей, меньше людей. Несмотря на то, что в прошлый раз я был ближе к закрытию рынка, сейчас час дня где-то, даже, может быть, чуть раньше, и людей меньше. Людей меньше. Ну, потому что прохладнее. Ликорские травы. Ликорские травы. Блисток. Я даже не прочитаю. Плавун какой-то. Алтея ликорская. В общем, если вам нужно подлечить своё здоровье, то обязательно можете приходить, изучать. Морковка. Морковка 10 гривен. Капуста 10 гривен молодая. Ещё есть капуста 15 гривен. Перец. Перец 100 гривен за килограмм. Мандарин 40 гривен за килограмм. Яблоки, смотрю, подоржали. Потому что яблоки были 20 и 15. Ну, 18 где-то, 20 и 15. Сейчас яблоки 28 и 30. То есть, ну, не в два раза, но есть. Есть немного. Подорожали. Так, это... Это такой передвижной островок счастья для людей, которые, допустим, не взяли с собой чай. Хурма Шарон 35 гривен. Мандарин 65 гривен. Гранат 80. Шарон 55. Поготовятся сыры. Яйца. Яйца тоже. Там где стоит очередь, значит, яйца дешёвые. 48 гривен я вижу яйца. Оставляйте, а потом заберем. И 43. 43, 48 и 35 яйца были. Ну, 35. Кто у нас не ориентируется? 1 доллар – это 38 гривен. 1 евро – это 40 гривен. 35 гривен яйца, которые лежали, это чуть меньше доллара. То есть, это где-то 80, наверное, центов. Так, давайте посмотрим аппетитно, как у нас тут выглядит всё выложено. Огурчики. А это что такое? Это соус, наверное. Огурчики, помидорчики, капуста. А предскажите, а вот это что у вас такое? Это соус какой-то, да? Аджика. А в якутина баночка? 80. Аджика. Баночка. Картошка домашняя. Картошка, кстати, то ли подорожала, то ли мне кажется. Вот, видите, 20 гривен килограмм. Тут кулечек 40 гривен. Тут кулечек 60 гривен. Паштетная колбаса. А в якутина, это, 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 паштетная. 250 гривен за килограмм. Ну, аппетитно выглядит, ничего не скажешь. 350 гривен. Рулька. Это рулька, да? Что-то не похоже на рульку. Давайте спросим сало в якутина. А в якутина сало, предскажите, пожалуйста. 180. 180 сало. Ну, это по, так скажем, не по-богатому. Да, по-богатому было бы это, если бы продавец назвал цену 220. А 180 это вообще, вообще по-детски. Это спросим. А в якутина тюльпана? 45. 45. Тюльпанчики 45 гривен. Штучка. Штучка 45. То есть, считайте, 10 штучек, 11 штучек, ну, 10-й, кто не дарит. 11 штук, ну, порядка 450 с копейками гривен. Спросим тут сало. Добрый день, а в яку ціну сало у вас? 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 170. Меренька смачная сало. Можно попробовать? С чем сало? 170. 170. И два кусочка по 150. А воно таке сало, сало, оно уже, да? Сало, оно готово до живого. Угу. 170. А почему у вас сало? Дякую. Слушайте, ну, 170, чтобы вам не соврать, это самая минимальная цена сала, которую я видел, наверное, за последние несколько месяцев. И по вкусу, вот я попробовал, вполне, вполне пойдет на ура. Я еще лет, пару десятков лет назад я сало, оливки и маслины вот вообще не употреблял, так скажем. То есть мне как-то оно не нравилось. А сейчас есть такое дело. Если сало вкусное, то почему нет? Можно. Тем более за 170 гривен. Авокадо. 10 гривен одна штука. Тут авокадо помощнее, 20 гривен одна штука. В Ашане, например, авокадо стоит, ну, порядка, там, где-то, ну, гривен 30, наверное, минимум, потому что, ну, потому что это магазин. В прошлый раз, когда я был, авокадо вот тут вот ребята складывали, и я подумал, что они установили такую цену, когда уже уезжали вечером. Это было ближе к 4 часам вечера. Но по факту оказалось, что нет. Добрый день. А это что? Это зефир, да? Это зефирный букет. Что? Зефирный букет. А. А в какую ціну, ну, так, чтобы ориентовать себя? 600 гривен, 400 гривен. Угу. 700 гривен. А вот этот первый, чтобы смотреть на людей? 800. А он от ваги, да, десь? Нет, от размера. От размера. Добрый день. Добрый день. А можно визитку взять, да? 103 гривен. Берни пряники. Букеты зефирів. А сколько вот эти? Интересно, интересно. 800 гривен. Дякую. Интересно, вот как альтернатива. Кто-то делает из колбасы, да, букеты, кто-то делает из конфет. Ну, мне кажется, я так, не кажется, а даже я уверен, что зефир, он более полезен, чем те же самые конфеты. Потому что, ну, зефир, как бы, вон в Африке зефир. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по мясу. Добрый день. Добрый день. Качка. Цена, да? Вам может, думаю, цена залишилась. Цена. Угу, угу. Кролик 295 с ножками. Дякую. В прошлый раз, когда мы были, вот тут вот, да, по этой стороне висела ленточка. И, в принципе, почему она висела? Потому что вот где я сейчас прохожу, тут вся трава вытоптана. И сейчас я вижу, что ленточки уже нету. Так печально, да, как есть. Слева мест не хватает, желающих много. В преддверии 8 марта, возможно, многие думают, что нужно закупаться цветами, тюльпанчиками. Вот так вот делаем. Ну, цены, кстати, вот на тюльпаны от Герань 80 гривен, 25. Ну, это, наверное, те, которые высаживаются. То есть, не купил и через неделю забыла. То, что высаживается. Цветная капуста 14 за 100 грамм. То есть, это 140 гривен за килограмм. Огерок 50 гривен. 50 гривен. Черри 100 гривен за 100 грамм, так же, как в магазине стоит. Перец 145 желтенький. Красники тоже 145. Грибы 59 гривен. Шампиньончики. Лимон 60 гривен. Апельсин 59 гривен. Яблочки 19 гривен. Там, кстати, яблоки были по 28. Тут яблоки 19. Буряк 18. 99. Это примерно где-то там полдоллара. Он сразу готовится и обедик. Картошечка с лучком. Пылюстки. Вот из всех салатов, из всех салатов, мне больше всего нравится вот этот вот. 69-99. Пылюстки с буряком. Красненький такой. Квассоля 12 гривен за 100 грамм. Селера плюс морковь 16 гривен за 100 грамм. Помидорчики 60. Бачковида 69 гривен. И огурцы 70 гривен. Складаю це. Складаю. Давайте посмотрим, что у нас по трусселям. 90-90-90-95-80. Мужские трусселя у нас стоят 90 гривен. Качество за качество. Сказать ничего не могу. Нужно смотреть этикетку. Хлопок, не хлопок. Ну, это интересный тоже вариант размещения. Если у вас на столике нет места. Тут странно. Уже собираются. Уже собираются. Продавец говорит, уже продали. Уже хватит. Тут псевдокроксы. В прошлый раз я спрашивал цены. Посмотрите, кто хочет. Ссылочка будет в основающей подсказке или в комментариях. Что вам сказать? На сегодняшний день из того, что меня лично удивило, вот так бросилось в глаза. Это сало. Сало за 170 гривен. 170 гривен за килограмм. Причем не такое, что вот чисто можно использовать для жарки блинов. А сало, которое действительно вкусное. Можно его кушать. Друзья, вот мы так прошлись. Пробежались, можно так сказать. Потому что погода суровая. Погода зимняя. Некоторые продавцы уже даже к 2 часам дня уже складываются, собираются. Это в большей части трикотажники. Но людей меньше. То есть напрямую влияет на покупательскую способность погода. Погода и температура за бортом. Если вам это видео, да и другие видео на канале интересны, то обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте палец вверх. И обязательно пишите какой-то комментарий. А вас я в свою очередь хочу попросить о следующем. Напишите в комментах, что бы вы хотели увидеть, услышать на этом канале. То есть о чем. Возможно, это какой-то определенный магазин. Возможно, это определенный район города Киева. Или определенное место, определенная локация. Возможно, это какие-то определенные цены на конкретный вид товара. Или конкретный вид каких-то овощей. Напишите. Обязательно прислушаюсь. Обязательно вы увидите это в следующем видосе. До новых встреч на новых видосах. Всем пока. Продолжение следует...